В 2017 году будет проведена независимая оценка качества оказания услуг 12 организаций социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитационные центры, приюты и детские дома. Об этом сообщила начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина на встрече с журналистами. В настоящее время идет разработка критериев, которые лягут в основу независимой оценки. Вера Демина подчеркнула, что независимая оценка качества услуг служит дополнительным сигналом к тому, чтобы устранять выявленные недочеты. Она рассказала, что утвержден план мероприятий, в соответствии с которым в 2017 году организациям социального обслуживания необходимо адаптировать здания для инвалидов, а также расширить информирование населения о своей деятельности. В конце декабря 2016 года мы объявили конкурс на проведение конкурса сайтов наших подведомственных учреждений, поскольку одним из вопросов, который поставил перед нами общественный совет, это недостаточная информированность граждан о деятельности наших учреждений. В 2016 году при проведении независимой оценки качества социального обслуживания в качестве исследуемой базы были взяты 14 стационарных учреждений. Удовлетворенность к качествам предоставления ими услуг составила 91,4%. Есть, конечно, у нас и лидеры, есть у нас и аутсайдеры. Лидерами у нас являются это Лесниковский дом-интернат, это геронтологический центр «Спутник», это психониологический интернат, расположенный в городе Курдамыше. Аутсайдеры – это у нас Скоблинский и Галишовский психониологический интернат и дом-интернат в Сапокулевском районе. Говоря о независимой оценке качества услуг, Вера Демина отметила, что у граждан есть возможность поучаствовать в ней не только во время непосредственно опроса, но и с помощью других инструментов. На официальном сайте Главного управления социальной защиты населения созданы разделы «Общественный совет» и «Независимая оценка качества работы учреждения». Также здесь размещена анкета удовлетворенности качеством предоставления услуг в органах и учреждениях социальной защиты населения.